Итак, пока загружается первое видео, продолжим. Придется немножечко отмотать, потому как сбилось видео, не знаю, там что-то зависло. Итак, вопрос был задан главврачу. Сколько денег вы потратили на меня за эти полгода лечения, которое не привело никакому положительному результату? Естественно, я подготовился, погуглил, стоимость схемы, самые первые, самые дешевые, которые в России есть, составляют в районе 3000 рублей. Напомню, что тест ДНК, какой необходимо было сделать для того, чтобы узнать, к чему резистентность у вируса, у моего вируса, стоит порядка 6000, насколько я помню. Может быть, чуть дороже. Пусть даже в два раза дороже. И такой получаем 3 на 6, 18 тысяч рублей. 18 тысяч бюджетных рублей было выброшено в одну сурку. Просто на то, чтобы попробовать полечить меня. И это напомню, когда у меня было на тот момент уже 198 клеток на момент старта постановки диагноза. Если бы у меня было 5 клеток, к примеру, как вы думаете, сколько бы у меня было времени на вот эти тесты? У меня вирус был достаточно агрессивный и, по моим подсчетам, свалил меня за год. То есть с момента заражения до 200 клеток прошел год. Такая ситуация. В итоге она пожала плечами и говорит, вот у нас такая система. Говорит, ну давайте сделаем так, чтобы вы не тратили ни свое, ни наше время. У вас было меньше работы, за которые вы все равно получаете одинаковое. Вам все равно. И сколько у вас будет людей лечиться. Вот. А зато качество повысится, все от этого выкроют. Вот. Я буквально за две минуты все их оправдания просто разнес в щепки. Главврач стояла, смотрела в пол. Ростовик кажется логичной истины. Надо не искать оправдания, почему у тебя не получилось, а надо готовиться к следующему заражению, чтобы у тебя таких ситуаций не повторилось. Надо развиваться. Российская медицина рассчитана на то, чтобы максимально уничтожить человека, который получил речь. Я это увидел на следующем этапе, подтвердив, собственно, все свои теории на эту тему. Итак, у меня следующий этап, естественно. После того, как я уже пролечился, когда мы сменили схему на горнавир, я получил неопределяемый статус через... Насколько я уже так пытаюсь вспомнить всю хронологию. В восемнадцатом году я попал в Москву. Решил поучиться в школе кино. Мне необходимо... Ну, когда я переехал туда на постоянку. Соответственно, мне пришлось решать вопрос в постановке на учет в московской клинике. Мне показалось, на самом деле, что дело не в Крыме было, что вот там такое лечение. А вот полностью нечеловеческая вот эта вот система, которая, вместо того, чтобы заниматься лечением людей, для того, чтобы, собственно, поставить на ноги, она просто выслуживается и уничтожает... Вот человек в жизни после, вот пройдя вот эти круги ада, будет таким отпугивающим элементом, чтобы не в пример было другим. И чтобы не повадно было заражаться. Вот чтобы все боялись заразиться. А что будет после заражения? Вот тебя просто раздавят, перемолят, перемелят, выплюнут, выживут и выкинут на улицу тебя. И посрать им вообще на тебя. Вот это единственное, что я понял, вот всей этой системы. Плюс еще наложилось гостеприимство москвичей по наехавшим. Это еще отдельная тема для разговора. Итак, в Москве есть два центра. Вот для тех, кто еще не в курсе, может быть там все москвичи, конечно же, знают. Это там Соколенко, это находится на территории Москвы, соответственно, отвечают за москвичей. И есть областной центр. Я уже даже не помню название. Как же? Не вспомню сейчас. Вот. Который занимается областью. Московская область. Вот. Что вы думаете? Так получилось? Ну, я достаточно был серьезно настроен на то, чтобы получить официальную регистрацию в городе Москва, не в области. Я сделал, собственно, регистрацию. Это даже не временная была. Она была, нет, она была временная, но на максимально возможный срок. Насколько я помню, я делал ее на пять лет. Это вообще, это неслыханная какая-то история. Я пришел реально в этот МФЦ или что-то там такое, там, с владельцем квартиры. Мы официально сделали документ. Я с ним прихожу в эту Соколенко в городскую. А мне говорят, а мы с временной регистрацией ничего не приписываем. Идите в область. Я задаю вопрос в области. Он мне говорит, так вы не в Московской области, вы в Москве, мы вас не примем. Делайте временную регистрацию в Московской области и мы вас примем спокойно. То есть, это что такое? Я официально зарегистрирован в городе и я не могу встать на учет. Говорят, ну, это деньги, вы же понимаете, это деньги, это на вас надо выпрашивать деньги. Кто будет за вас это все платить, за препараты. Вот они на вас, у вас прописка в Крыму, вот туда и езжайте. Я говорю, вы на секундочку, вы представляете, что это такое? Учеба с перелетами в Крым и обратно каждые два-три месяца. Я говорю, да, все так делают. Говорят, ну, и я еще когда в Крыму был, когда я писал заявление на то, чтобы я вот выписался из Севастопольской клиники, для того, чтобы в конкретную клинику московскую перевестись. У меня был документ об этом. То есть, им даже запрос, ну, в любом случае запрос надо было делать. Но уже и та клиника из Севастопольской и московской, они, по идее, должны вот прямо в 2 секунды сработать были. Вместо этого мне развили руками, сказали, нет, ну ничего, я помочь не можем. Типа, вот, сделайте там что угодно, система эта не отлажена. Я говорю, ну, мне все равно, кто будет платить, мне все равно, откуда эти препараты будут. Хоть по почте, вот, хоть на почтовый ящик они будут не приходить, мне все равно, кто за это будет ответственный. С такой системы нет, вот, все ездят, и ты будешь ездить. Я говорю, вы представляете, что это такое? Это не просто получить таблеточки, да, вот как, это еще анализы надо сдать. По времени, да, они там до определенного времени, каждое утро. Выходные, перевыходные, а учеба в кино, это, ребята, не физику сдавать. То есть, ты либо в проекте, либо нет. Ты не можешь просто не прийти на съемочную площадку, ребята. Ну, это немножко не тот уровень. Вот, а в итоге я получил первый отказ, официальный отказ, там, с министерства здравоохранения. Он мне шел месяц, вы понимаете? Я ждал месяц отказа. Я принято ставил им, у нас не было зачетки в универе. У нас только универ получил статус универа. У нас еще не было никаких зачеток, никаких не было студенческих билетов. У нас был пропуск только на гроба и договор на обучение. Это официальный зарегистрированный институт был, на этот момент еще. Школа кино. И не пришлось фактически, ну, писать официальное заявление. Мне сказали, да, 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 в 95% случаев, ну, у вас учеба, да, конечно, мы вас примем. Вы только подаете документы. Они морожили мне месяц и отказали. Притом в объяснительной части было ничего. Ну, вот потому что нет возможности. В смысле, нет возможности, блядь. А что вы сделали для того, чтобы она повелилась? Твою мать. Вы хотя бы написали, что что? Да, они написали что-то в разработке. Да. Они написали, ну, блядь, это же, я не первый был. Я не первый, не первый год это происходит. Ситуация известнейшая была. Меня об этом предупреждали еще в Крыму сто лет назад, что те, кто, ребята, перевелись туда, они столкнулись с проблемой. И они по итогу летают каждое, там, вот это вот время. Им проще летать домой, чем перевезти туда. Ну, они же просто... А у меня учеба была. Учеба. Это официально по всем законодательным моментам было подтверждение. был какой-то совет назначен, который решил, что мне надо отказать. Скажи, вы хотя бы по телефону набрали мой универ? Хотя бы. Нет. Нет. Так а нахуя вообще? Вот вообще это движение было. А ничего, что у меня распланировано все было. В итоге я пошел к Антону Красовскому в спид-центр. Такая организация. Не знаю, у нас сейчас есть или нет. Вроде бы там какие-то изменения у них были. По-моему, даже в том году. То есть я его застал. Еще я пришел в их организацию с официальным отказом. Вот документ, который пришел мне. Антон мне лично, да, мы встретились. Говорит, а ну иди сюда. Сейчас мы, короче, разъедем этого министра вместе с их системой. Я такой, ну, это то, что надо. Говорю, я готов за. Я за любой кипиш. Лишь бы наладить эту систему. Вот это и для меня нужно, ну и в дальнейшем будет. Ну, как бы система должна работать. Если система не работает, нахера такая система. Был такой еще момент. Сразу предупреждаю. Может быть, вы попросите, да, из серии. Типа, вот вы, вот это из Крыма, нахера вы вам сдались. Вот, типа, вот мы за вас платим. Пыры-пыры. Уезжайте домой. Которое я, кстати, услышал от самого Антона Красовского. Был такой диалог. Типа, ну вот вы вот приехали и качаете права. Говорят, подождите. Вы забрали территорию государства. Вы взяли на себя обязанности по содержанию населения. Вы, ну как бы, люди вам платят налоги. Я платил вам налоги несколько лет. В том числе на здравоохранение. ФСС, вот это фонд социального страхования, там и так далее. Собственно, из-за чего медицина и с чего я работаю. Говорю, так, а где, собственно, мои деньги? Они мне сейчас нужны. И вот со мной вот такая бяга приключилась. Я, ну как бы, да, я требую. Я требую. Мне не важно, кто будет платить крылья, не крылья. Наладьте систему поставки препаратов. Они просто ради галочки, что типа, ну, мы там что-то работаем. Ура! Вот. Антон, в принципе, да. Он там, там, внутренне как-то поругался, но не суть. Вот. Потому что... Потому что я Касана Камень нашла. Что он упортился в каких-то моментах, что я еще хуже. Вот. В итоге мы вместе, я там собрал все документы, все справки еще раз, которые отправлял, которые и так далее. Что происходило, все последовательные события. И мы написали этому министру. Через неделю был, опять же, какой-то уточняющий отказ. Более развернутый. Вот. Типа, еще что-то надо было. Я уже не помню, что произошло. Это было в ноябре. Да, я с ним виделся. Вот. И в декабре, когда я уже с Москвой попрощался. Ну, так получилось, что у меня было три месяца моих пребывания в России с украинским паспортом. Вот. И мне надо было в любом случае пересекать границу. Я решил, что ну, я нахер это Москву. Вот. И просто уехал там через Киев домой. Вот. Ну, я уехал, грубо там, через Ситалию, вот, в Синеце. И как раз вот ровно эти три месяца мне попадали на момент, когда надо было решать, куда ехать и что делать дальше. Вот. С Москвой я, в принципе, тогда попрощался. Вот. И когда, уже когда я ехал в автоолосе с Висянией, вот, только я отправился из Москвы, мне приходит письмо на почту из московского вот этого центра Соколинки о том, что мне разрешено перевестись к нему. То есть для того, чтобы нагнуть всю систему, обычному человеку никогда не скажут «да». Только если ты долбишь высшего, сука, министра, ты можешь что-то в этой жизни добиться. Я не в первый раз такое вижу. Ну, нет, ребята, так не должно быть. Опять же, ложка там, дорога к обеду. Я три месяца с сентября по август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Господи, это было. Нет, я со всеми этими согласованиями потратил почти полгода. Я два раза в итоге ездил получать препараты. Нет, один раз я получил перед тем, как уехать. И один раз я получил, я все-таки летал домой. И в том числе я разруливал вот эти вот согласования после отказа, что типа мы начали разбираться по месту, что не так. Оказалось, что и Севастополь не знает, что делать в такой ситуации. Что типа как отправлять препараты, которые выписаны, нужны ли какие-то доверенности. Вообще никто этим не занимался, им проще заставить тебя приехать, чтобы ты порушил нахер свою жизнь или планы в какой-то период, ради того, чтобы выдать тебе эти препараты. Ну блять, ну неужели вы не можете создать какой-то резерв препаратов, который плюс-минус будет ездить? Наймите людей. Ну блин, неужели некому работать? Вот не поверю. Тратьте деньги на то, что нужно. Не тратьте впустую просто на то, чтобы, я не знаю, чтобы потом выбросить эти препараты. Прогнозируйте, анализируйте. Если у вас лишние деньги, вбухайте их лучше в будущее. Да, sorry. Вот. Вернулся я тогда в Сиферополь домой. С боем, опять же, мне месяц стоило перевестись из Севастополя. Опять же, в Москву тогда не получилось. У меня было два официальных отказа, документальных по поводу переведения туда. И я только с этим моментом, что у меня было письмо с переводом на Москву, которое не сработало. И два отказа из Москвы, чтобы меня приняли в моем родном Симферополь. Это пиздец. Что я там выслушиваю, что от этих симферопольских врачей, там тоже спидцентр, там на голову не натянешь, там как, господи, там самые конченые, то есть если хотя бы врачи и, как сказать, в общем, обстановка была достаточно спокойная, прогрессивная, да, вот как бы в Севастополе и в Москве, то в Симферополе, на стенах висели плакаты, просто, вот я не знаю, это с 80-х, наверное, они там висят, как вообще, не знаю, я где-то сфотографировал, это очень плохо, это прям вот плохо. Нельзя так людей пугать и заводить их в какой-то бред силой кобылы, вот это вот морализаторство, которое у вас вообще никто не спрашиваю, типа, я не знаю, даже вы сейчас выразить вот этот гнев, отвращение к вот этим советам, советикам, как жить с ВИЧ, как вести себя с тем, кто болен, ну, ребята, нельзя так. Тупые вопросики врача на входе, господи, которые просто вводили ответы на вопросы, вводили врача в ступор. Ребята, вы не знаете, с кем вы имеете дело, с живыми людьми или с кем, или с, господи, какими-то затупленными, там, не знаю, пионерами, которые ничего не знают. Нет, ребята, мы знаем. Мы сексом занимаемся, оказывается. Вот. А врачи, типа, не в курсе. И чё? Вы настолько загнобили народ, что даже врачи даже не готовы на ответы на вопросы, которые они задают. Они смотрят на меня вот и говорят, как? Не может быть. Они говорят, как? Вот. Что? Вы врачи, вы, ну, как вы, или кто? Вы педиатр? Вы, ну, вот. У меня было полное непонимание вообще, кто передо мной сидит, почему я должен доверять ей свои секретики. Ну, никакой поддержки вообще моральной. Непонимания вообще, где человек находится. Что тут, не знаю, там, понабирали. Я не знаю, что это. Образование в России, это были, ну, достаточно молодые, там, девочки. Или что? Да, это в районе, там, до 25 лет визуально там были девочки. И они такие, типа, а что так можно, а то всего. Вот. По поводу Симкрополя. Отвратительное здание, душное. Мало места. Ругался просто с врачами по поводу приема. Надо было записываться за полтора месяца. За минимум. На прием, на получение препарата. Говорю, а если я не знаю, когда я, вот в какой день, в какой час я смогу через три месяца прийти, или через месяц там. Ну, ребята, ну, вы в своем уме. У нас так. Типа, вот у вас Симкрополя мало людей, а у нас много. Говорю, так к вам никто и не придет. У вас там 3000 человек, а из них доходят 500. Я не вижу эти 3000 в коридорах. Я их не вижу. Так поэтому у вас и такая заражаемость. Потому что вы к людям относитесь как скоту. Ну вот, мы там типа уже писали, мы там звонили. Типа, что происходит? Вот мы хотим новое помещение. Говорю, вы знаете, что у нас Симашка, к примеру, вас обнуждаются сейчас. Займитесь Симашка. Ну, это региональная поликлиника, там мощнейшая. И там освобождаются территории. Ну да, надо было бы прикольно, конечно. Вы серьезно? Вы не справляетесь? У вас нет места для сотрудников, ни для манипуляций, ни для лаборатории. Вы, блядь, центральная поликлиника, которая вообще весь практически Крым обрабатывает. Ну, Южный берег там сам по себе. Севастополь сам по себе. А все остальное на Симферополе. Это просто дикие сотни тысяч людей. Это больше миллиона людей. По Крыму два с половиной. В одной больнице крошечной. В которой вот такой коридор. Тут же лавочки. Люди ходят в один ряд между ними. Потолки вот эти восьмиметровые. Я не знаю, на батуте прыгать можно. И все. И вот это вся больница. И такое ебать. В Севастополе намного лучше территория. Она отдельно. Она закрытая территория вокруг. Там КПП. Там лишних людей нет. Ну, как-то располагает эта история. В Москве тоже самое, кстати. Там даже две больницы рядом. Там какая-то еще федеральная. Там какая-то была. Молодцы. Вот. Если бы они еще препараты давали, приписывали людей нормально, лечили. Ну, вы вообще супер. А так, я не знаю. Что-то вот. Вот не работает система. Вот. Просто не согласованы. И цели ее, я считаю, это отвратить людей настолько от этого. Чтобы. А. Те, кто. Ну, я не знаю. Вот. Застращает людей в принципе. И вообще никакую личную жизнь иметь. Просто вот они зашворенные. Вот будут. Вот. Вот. вот этот негатив еще дальше раскручивать на тех людей, которые уже свитч, уже они живут. Они по ту сторону. Они постоянно под каким-то прессом, под ненавистью. Вы не представляете, как люди даже в Крыму боятся выйти на свет. И боятся сказать о том, что у них вирус. Даже. Они боятся. Даже вот они уже фактически здоровы. Они не передающие. Уже с организмом все. Они придут на поправку. Они боятся сказать на работе. Друзьям своим. Там родственникам. Что у них есть проблемы. Что вот, ну, когда они ее решают. Они ее фактически решили. И опасности не представляют. Может быть, даже, ну, надежнее, там, иметь с ними связь, да. Как бы, ну, здесь такой момент. Чем со здоровыми, условно. Которые, может быть, еще не знают, да, что они болеют. Вот. Вот. Поэтому, вот, эта система, она вся, вместо того, чтобы вводить в общество, да, вот, нас. И учить с нами жить, с нами общаться. Может быть, перенимать какой-то опыт общения с нами уже, которые побороли, да. Потому что полное непонимание. У меня были, там, контакты, общения, да, с людьми, которые, когда узнавали, что у меня ВИЧ, там такое начиналось. Там такая клиника, к примеру. Да чтоб вы сгорели в аду. Просто синий.